Хочу Продолжение следует... 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 Не надо было пинать, не надо было пинать его. Тише, тише, сами тоже накажут они. Сами накажут. Как будто выиграл чемпионат мира. Дорогие друзья, что это такое? Что это такое, в порыве злости ударил лежачего соперника? Демиран начинает дисквалку. Его дисквалифицировали. Ты же видел, что он сделал после этого. Он остановил его. Я остановил бой, а он по мячику попутал. Да нет, это неправильно. Ударил его. Он ударил его, когда вы остановили. Возможно, сейчас судьи отнесутся очень строго к этому поступку. Это не является каким-то исключительным событием в этих поединках. Потому что они часто повторяют везде. Даже на UFC в Америке такое случалось. Поэтому здесь ничего особого такого. Это не институт благородных девиц, чтобы такие мягкие обращения были. Здесь жесткие спортивные события бывают. Это надо ждать. Это надо пресекать. Но это невозможно остановить. Вот пытаются сейчас наказаться в Корнея. Я выиграл. Да, после боя уже не может быть дисклификация. Мы сейчас коллегиально решаем, как мы его накажем. Ну, решите коллегиально. Мы предлагаем, чтобы просто Корнея как-то лишить. Просто может быть гонорара. Он в любом случае выиграл. Отштрафоните его, допустим, за неспортивное поведение. А победу мы ему присуждаем. Победу присуждаем. Победу присуждаем. Победу присуждаем. Потому что была сдача, остановка. И все, что было уже после боя, считайте. Дмитриста не побывал, братан. Горячей крови напился. На середину. Итак, первый раунд. Победил удушающим Корнея Тарасова. Да! Зачем ты его пнул после того, как победил? Потому что я и есть хай, братан. Ну какой? Ты сейчас словишь негатива столько. Я знаю. Я цепной пес. Почему я делал? Потому что я цепной пес. Тут все написано, братан. Хотя я не привезти извинения. Не, я ему извинил, да, Олег. Так, реально извини, это чисто, ну. Братан, просто тоже на шоу надо следить за словами. Брата сушкой и так далее. Я твою Дашу не оскорблял, братан. Понял? А ты оскорблял моего брата при мне. Ты стоишь как, мужчина. Если мужчина, мужчине говорит в глаза, когда смотрят друг друга в глаза. Вот и все. Смотри, мы тебя лишаем гонорара полного. Да, вообще, я все помню. Я все равно гонорара не получаю. Никогда у меня братан забирает мне похуй, братан. Это пиздец, ты его ебало видел, блядь. Стой, 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 стой. Это было на эмоциях. Корней и Инстасомец, да, как называют, Олег. Извини, ну просто так, как кличка, да. Они два таких персонажа. Это было сделано на эмоциях. Корней это сделано на эмоциях. Я лично от себя приношу извинения. Корней тоже извинился. Заткнись. Вот. Вот. Поэтому я хочу извиниться, да. Я предлагаю, да, гонорар Корней отдать просто. Ну да, но будет обсуждать эту хуйню, да. Олег, что не готовился? В прошлый раз готовился, сейчас не готовился. Поэтому проиграл. Ну да. Ну не знаю. Молодец, Корней победил, типа, с победой. Но извиняюсь перед теми, кто за меня болел. Ты расстроился, да? Ну, честно, да. Все-таки хайп есть хайп. Я думал, знаешь, можно так. Но так как я цепной пес, на самом деле, Амиран мой отец. А за это я извиняюсь. По-пацарски, по-браске реально извини. Давай обидеться. Извините. Все. Спасибо, Амиран, за... Спасибо тебе за участие. Спасибо, спасибо. Молодец. Я еще хочу сказать, где камера? Можно на меня камера? Вот три камеры. Вот тут все написано. 20-го числа у нас дроп альбомы на всех площадках. Это 17 лютейших треков. Это фиты Соджи Будды, Сди Мастер и Паша Техника. Еще много, куча всяких рэпаков. И я знаю, Амиран поддерживает и все поддерживают. Цепной пес Корней Тарасов идет дальше. Я тренируюсь, не останавливаюсь. Я больше не бухаю. Я хочу быть спортсменом и всем доказать, что я и есть хайп, я и есть цепной пес. Па-па-па-па-па! Видите, вот не бухает, голова немножко поехала. Надо иногда алкоголя, видимо. А я сейчас пойду вискать. Молодец. Извиняй, Амиран. Подвезти? Давай, спасибо. Какая у тебя машина красивая. Как у тебя тут жарко. Жарко. Фух, ну ты красавчик. Я тут ни при чем. Это все тормозные колодки NIBK. NIBK для самых жарких ситуаций. Ссылка в описании. Ну что, поехали? С тобой куда угодно. Ну что, дорогие друзья, цирк на колесах уехал в Аси. Давайте встречать профессиональных бойцов. И это первый Серик Ожибаев. Пришлось спортом заняться, потому что надо было защищать себя. Ну, вообще, наверное, хотел, чтобы мы гордились. Я начинал с мысли о том, что я радовал маму, приносил медали, чтобы она радовалась. А потом уже, когда вопрос стал о том, чтобы заработать денег, да, это уже вот я перешел в ума. Потому что в любительском спорте особо не заработаешь. Любители спорта коррумпированы. Пока у тебя не будет какой-либо поддержки, ты не добьешься особых результатов. А профессиональный спорт, он направлен только на получение прибыли. Я решил участвовать в битве за хайп, потому что это была, прежде всего, материальная основа. Для меня это средство для зарабатывания суммы денег там и все. Мы с Сериком познакомились в спарринге. Мы побили друг друга, поколотили, когда боксировали. Я его оценил просто псих, который просто летел вперед и дрался. Но самое главное в нашем деле – это характер. У него неплохие руки, он бьет хорошо руками. Базово у него, понятное дело, что вольная борьба. Он делает ребятам бои, и в телефоне он мне записан как «Дон Кинг». Болиновый кинг. Серика – стальной характер, он не боится, он только улыбается. Ждет этого боя непосредственно, что он полностью готов. Я своего соперника не выбирал. Мне его предложили, и я согласился. Он такой же, как и я. Все, что я делаю, он делает. Может намного, может лучше. Как я могу не уважать этого человека? Он этим живет, и он всю жизнь этому отдал. «Алга» по-казахски – это вперед. Но, как правило, если он разворачивается – это тоже «Алга». Все равно вперед. Пацан из Казахстана. Профессиональный рекорд – 10 на 3. И это будет интересно. Против кого? Да, вы за него болели в комментариях. А драться он будет против очень крутого бойца – Марифа Пираева. У него рекорд – 25-3. Марифа Пираева! Первый раз я вышел – 17 лет. Помню, первый бой у меня был с дагестанцем. Ему 35 лет было, или 34, точно не помню, врать не буду. Я его выиграл, и второй тоже в Дагестане был. Вот так я начал драться, выиграл четверку. Я думаю, все будет хорошо, потому что у Марифа солидная борьба. Но в единоборствах это основную роль играет. У него и вольная неплохая, и креплин хороший. И сам по себе мощный парень физический. Пойдемте покажу, как я живу. Это моя жизнь, да? Мы с Марифом познакомились в интернете. Он написал, какое-то время мы общались просто как друзья. Ну, и в какой-то момент, наверное, это перешло во что-то большее. Я смотрю все его бои. Естественно, я, наверное, главный болельщик. Даже дочка смотрит теперь эти бои. А у дяди какая штука, смотри, классная. Это камера. Как человек? Веселый. Спокойный. Постоянно кого-то подкалывает. Смешно бывает. Так, поможешь мне? Помоги, поможем. Не помогу. Помидоры мне пацаны не моют. В быту сложновато бывает, потому что менталитет его не выбросишь. Немножко разные культуры. Нормально себя ведет. Вот. Сегодня у нас три удушающие из позиции лампочки. Вот ваш соперник прошел во многие, вы остановили его в лампочке. И отсюда идете датчик. Вот в данном случае правую руку, ту, что на шее глубже. И заваливаем. Заворачивайся и поворачивайся. Ты не понимаешь, что не задушишь меня? Честно сказать, вот мой оппонент Серик сказал, что я химик. Ты же нахимиченный боец. Я для себя знаю, что я этого не делаю. Да, конечно, я пью БЦА, изотоник. Это ерунда по сравнению с химией. Я ему обещал, что я бороться с ним не буду. Давай мы проведем чисто в стойке. Это будет честно. Буду его бить, пока он сам не сдастся. Вот так будет с каждым пацаном, лучше со мной не работать. Встречайте, первым выходит Серик. Йо! Следующий боец у нас Марив Пираев. Очень крутой боец. Рекорд 25-3. Встречайте, Марив, выходи. Дмитрий Валуевич. Парни, вы профессионалы, правила знаете. Внимательно слушаем мои команды. У вас три раунда по пять минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Данный бой проходит с локтями. Пожали руки по углам. Тагестанец против Казаха. Я думаю, этот бой быстро очень закончится, потому что я по внешним признакам, по внешним данным у Серика не вижу каких-нибудь данных. Должен что-то Бог влазить или природа дать. Ничего нет. Жир есть, мышцы нет. Ничего нет. Может быть, у него реакция есть какая-нибудь. Очень быстрая. Ну, Марив, отец Тельман его тренировал. Это Рутулес. У них вообще Султан Кавказ, Султан Магомедов был тяжеловец, который обошел всю Азию и практически всех победил. Вот такой очень сильный боец и сильные традиции у них. О! Слушай, если сейчас Эрик с Эрик Ожибаев и Вестник победит, это будет вообще сенсация мирового уровня. Потому что, потому что, где только не был Марив Кираев, он был в Лондоне. Правда, он проиграл Матеушу Гамбаеву, Гамрод, кажется, был такой. Два проигрыша у него, а 25 побед. 26 лет, он на три года моложе Серика Ожибаева. Первый раунд, дорогие друзья. Здесь можно бить локтями. Это уже другой уровень, и уровень закончился. Потому что... Я думал уже Серик, когда нагнулся, уже все. Два удара пропустил. Сейчас уже удар левый пропустил. Он прямо надо мной находится, его атакует со всех сторон. Марив Кираев. Дорогие друзья, если это первый раунд даже выстоит, Серик Ожибаев, это будет фантастика. Потому что Марив Кираев – это уровень UFC. Скоро с ним заключат американцы. Договор или контракт. Это боец уровень Хабиба Нурмагомеда. Посмотрите, что он делает, какой бросок. Это профессионал. Видимо, решил он чуть-чуть потянуть. Уже ясно, дорогие друзья. И он и удары достает, и броски делает. Или решил нас разыграть. Нам зрелище устроить. Марив Кираев из Рутутского района. Это удивительный народ, дорогие друзья. Удивительный народ. Всего их осталось 20 тысяч. Это самый, наверное, малочисленный народ Российской Федерации. Имеет свой язык, свою территорию и находится на самой южной границе Российской Федерации. Как не сдаются серики? Посмотрите. Ну, вот рядом нога. Кинься ноге, кинься ноге. Вот она, вот она серик. Было же у тебя что-то делать. Подбрасывай его, поднимись, поднимись. Ну, дорогие друзья, это количество пропущенных ударов. Это что-то уже означает. Это уже ударом не проходит. Наверное, это дело может кончиться крахом. Посмотрите, что ухтурка не применять. Все свои ухтурка. Молодцы. Вылетело белое полотенце. И секунданты Серика Ажибаева вовремя оценили перспективу этого поединка. Марив Пираев. Конечно же, дорогие друзья, мы не сомневались, что он может победить. Итак, первый раунд. Остановка секундантом Серика Ажибаева. Победил Марив Пираев. Скажи, вот ты хотел в стойке, ты получил бой в стойке. Почему не получилось ничего? Как ты считаешь? В первую очередь я хочу сказать спасибо своей маме. Все бои посвящаю ей. Сегодня я проиграл. Бывает такое, я просто не готов был. Также хочу спасибо сказать всем, кто меня поддерживал. Это мои земляки. Я был удивлен этой поддержкой. Извините, что я вас подвел. Извините, сегодня вот так получилось. Спасибо, Серик. Спасибо. Также хотел еще спасибо сказать Мариву. Я чувствовал, что он не вкладывался. Пожалел меня. Хотя жалости тут не должно быть. Но спасибо, что сохранил мое здоровье. Я прям чувствовал, что он физически функциональный. Прям выше меня. Спасибо, Серик. Марив, готовился хорошо? Да, я готовился ко всему. Честно сказать, я хотел, чтобы он немного поработал, чтобы немного разозлиться. Давай мы тебе найдем следующего соперника, с кем поработаешь хорошенько. Давайте, давайте, с удовольствием. Да, конечно. Все, я тебя поздравляю. Спасибо, Марив. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, мы продолжаем. Сейчас будет очень тяжелый бой. Тяжелый бой в буквальном смысле. На двоих вес бойцов 350 килограмм. Первый у нас выходит Максим Шандрыгин. Ноль боев, опыта нет, но очень хочет побить папу. Был бой папы и друга Максима Арнольда. Все, бой закончен. А после этого он заявку подает как бы папе. Да, это будет как отомстить за Арнольда. Победим папу. Немногие говорят, куда ты лезешь, ты в октагоне там ни разу не дрался. В разных спорте успел побывать. Опыт был у меня, занятие каратэ, вольная борьба. Бобслей был тоже, меслингом занимался. Потом ушел как бы от этого больше к железу, к пауэрлифтингу. Все около месяца готовимся. Работа, тренировки, дом. Тренируюсь в плохих условиях, чтобы в хороших условиях мне было легко. Вполне адекватная температура для Сибири. Даже тепло можно сказать. Первый раз я не понял кайфа. Я просто нырнул, вылез, у меня начало трясти. Я иду, у меня пятки примерзают ко льду. Первое было в Красноярске. Было минус 38 на улице. На данный момент это самое холодное погружение. Ты нырнул по всему телу. Коли ты выходишь и просто удовлетворение такое у тебя. Должна быть хорошая защита. Вытерпеть первый раунд. У него удары очень сильные, как сказал мне Арнольд. Страхов нет. Вообще никаких. Будем выходить и биться до последнего. Самое главное, мои близкие в меня верят. Я в себя верю. Ну, этого достаточно будет, чтобы обведить. Встречаем! Максим, выходи! Йоу! Мы поданимем первую, дай бог не последнюю. Чашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится братина искусница. Со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Серьезный вес. 220 килограмм. Его прозвали папой. А все почему? Потому что это огромная машина, похожая на Халка. Денис Вильданов. Профессиональный бой. Один на ноль. Он вот так, в принципе, лечения нормально раздает. Ему функционалка, самая главная функционалка, это чтобы выносилась была с такой биомассой. Это постоянно, когда ромаешь руками, это очень изматывает. Не надо ничего выдумывать, там какие-то мега диеты. Меньше жрет, больше двигаешься и худеешь. После каждой тренировки съедаем вот такой бургер. И будет такая масса. Ну что, приятного аппетита. Костя, привет. Так, ну вот, в принципе, можно сказать, под эти перчатки еще нужна намотка. Соответственно, если я одену эту перчатку с намоткой, то рука у меня вообще не закроется. А это уже в нашей весовой очень травмоопасно. Можно просто переломать себе все кости. Я похож на якута? Давайте встречать этого монстра. Йо! Папа, выходи! Я селач и села. Жизнь весела. Жиза. Не базарю за глаза. Красава, пацан, гроза. Я горяч. Банч. Лаки-панч. Вылетает из тапок. Растяпа на полка. Папа, палач. Банч. Куда ты полез? Тут, папа, головорец. Здесь супертяжелый вес. За место будет замес. Тут отец. Руки молот и кузнец. Добрый молодец. Это конец. И тебе некуда деться. Банч. Лаки-панч. Банч. Банч. Лаки-панч. Челяба, папа! Ты посмотри на эту машинку на пульте управления. Класс вообще. Желаем обмена. Дмитрий Валович. Пацаны в середину. Дмитрий Валович. Дмитрий Валович. Дмитрий Валович. Дмитрий Валович. Правила знаете. Не нарушайте. У вас три раунда по три минуты. Покажите красивый и честный бой. В данном бою локти запрещены. Пожали руки. Класс. По углам. И Денис Вильданов из Челябинска. Самый тяжелый боец на данный момент. В России. Смотри. Денис как моргнул. Это пугающий удар. Денис не смотря на такой дорогий Денис. Он сильно отопал. А молодец. Молодец. Правильно понял. Правильно выбрал такую позицию. Предыдущий боец проиграл из-за того, что стоял на месте. Теперь по рингу сразу протапливает тропу. Дмитрий Валович предупреждает о том, чтобы руки и пальцы не были отопыренными. Но тем не менее Денис продолжает отопыренными пальцами. Он может в глаз попасть. Хотя предупреждение сделал. Не понял. Ему сейчас. Акс. Тик-тик-тик-тик. Денис Вильданов. Что-то серьезный стал. Серьезный стал. Технично. Технично ушел. Что-то ударило. Что случилось? А? Блядры бицепса. А? Непонятно. Врачей. Врачей. Скорую. Быстро. Скорая. Быстро. Нормально. Ургентной ситуации нет. Нормально. Нет. Это отрыв бицепса. Это что делать? Это, короче, бицепсуда крепится. Так. Бой за короля. Да-да-да. Он оторвался, ебать. Все. Вратана. Блядь. Судя по лицу Дениса, что-то серьезное случилось. Что-то серьезное? Что-то было? Заметит? А? Просто оторвал бицепса резко. От удара написал. Саму удара по нему не было, да? Сделал и сам отрывал. В любом случае, как бы, всем понятно все, ебать. Все нормально. Ну, короче, просто надо взять и ее оттянуть. Бойцы на середине. Да, бойцы на середине. Да, бойцы на середине. Не, ну папа... Первый раунд, ввиду невозможности продолжать поединок, победил Максим Шандрыгин. Папа порвал бицепс. А как это получилось, папа? Ну, хуй его знает, бил боковой. Вот. что всякое бывает это бой это бой всякое бывает в любом случае я хотел бы сказать спасибо всем тем кто меня поддерживал блин ребята честно старался бицепс оторвался ну что повезло ну можно сказать и так ну по-любому в размен с ним жестко идти конечно зачем бегал от него так ну а нет стоять по получать от него руки длинные как говорится на войне все методы хороши ну сегодня так получилось в любом случае шума дайте для моего соперника реально крутой добрый чувак вот пусть выздоравливает лечится и возвращается снова клетку хорошо молодец поздравляем тебя поздравляем ну что дорогие друзья встречаем очередной фраг тамаева это тот самый парень это боец из украины богдан павлюк профессиональный рекорд 0 на 0 но как он заявляет он с ним долго цацкаться не будет для меня это событие является очень важным очень хайповым и конечно же хотелось бы в первую очередь показать красивый бой именно со схабом потому что он самый здоровый и самый внушительный противник никто не верит что я смогу его задушить поэтому я бросил вызов ему подготовка проходит не очень потому что очень мало времени но я постараюсь показать свои физические способности то что он тренировал в зале на тело железом ну и плюс на характере зайти в клетку показать кто есть мы сейчас тренируемся почти каждый день 5 тренировок неделю плюс он сам дополнительно тренируется хороший ученик всем бы таких это хороший опыт и я только за это очень круто я думаю что у меня есть те шансы на победу пасхаб ты очень ровный парень ты четко воспитан поэтому мне будет жалко тебя бить извини пожалуйста это чисто спортивное мероприятие ничего личного давайте встречать этого парня богдан павлюк йо выходи друг а вот и возвращение асхаба тамаева все его ждали все хотели увидеть его снова в клетке и он вернулся вот мое село где я родился раз покажу где живу вот и приехали ко мне домой покажите свою комнату но она какая-то странная как не за какой принцессы как-то такая вот такая у меня комната вы наверно думали то что у меня такая комната на как бойца на самом деле нет но в таком стиле так как вы знаете то что я качался у меня есть весы до всегда на весы стою показывает 99 это не это не правда я вешаю 96 килограмм отец как бы не особо за чтобы я там снимался дрался как бы он особо не любитель всего этого в любом случае он меня поддерживает хоть и мама против чтобы я дрался она за меня очень сильно переживает она с этим смирилась и как бы поддерживает меня папа приеду ну когда он сказал что пойду драться что там все без лишнего я нормально я сказал давай иди я горжусь им первую очередь он молится второе очень один высокомерный третий а я думаю что он поможет трудности кому-нибудь и никому не мешает я думаю сегодня пришел зал где впервые занимался вольной борьбой у своего трения сегодня потренируемся вот так вот и рустами чуть на прохода поработаем дороса асхабу было 12 лет когда он первый раз пришел на секцию больной борьбы но особо отличался от сверстников был физически мощный и крепкий был парень очень каждое задание выполнял четко ну если он будет дальше пахать я думаю у него получится все будущего соперника я видел мы приготовили сюрпризы не будем говорить что будет делать клетка покажет парень молодой он стремительный по-любому спорте хорошего результата я думаю добьется у него главное есть желание поэтому плюсы особо в клетку он уверенно и стремительно идет прямо назад он не идет он настойчивый он молодой и горячий я думаю что все будет хорошо но бой покажет мне и физеру очень сложно подходилам подойти к бою потому что у нас большая ответственность и не хочется подвести своих друзей братья свой своих людей о приходится конечно а приехать домой с победой у нас вообще планету проиграть только выиграть богдан хороший пацан видного крепкий пацан мне кажется чуть ему сложновато будет подойти к этому бою чисто психологически чтобы я сказал богдану просто отдать мне победу и уйти домой и все дать я на богдан удачи готовься постараемся показать красивый и мощный бой кенте и ничего вас победа вернусь домой асхаб будет выходить без музыки по определенным жизненным обстоятельствам встречайте асхаб тамаев дмитрий валуевич на сервинину парни правила знаете внимательно слушаю мои команды у вас три раунда по три минуты покажите красивый главный честный бой пожали руки локти в данном бою запрещены по углам необычайно интересный поединок богдан павлюк никаких боев нету поединку нет и просил вызов асхабу тамаеву звезды хайпа и звезды инстаграма 2 миллиона подписчиков правильный веселый грамотный толковый улыбчивый человек из чечны и вот теперь посмотрим что здесь может случиться асхаб должен так прямо выиграть но тем не менее но что рассчитывал богдан что он хотел правда на пять лет старше своего соперника асхабу тамаеву только 20 лет и так первое техническое действие асхаб тамаев ударил ногой но не достал пока что идет оценка друг друга соперников асхаб какой-то неподвижный асхаб тамаев он смеется даже над этими действиями вызывает его богдан к себе подходи 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 махать его пугай такой нос посмотреть на его взгляд не знаю сумеет он разозлить асхаба тамаева асхаб тамаев сейчас как вы еще играется отступает ну давай гор что-нибудь такое асхаб между прочим всегда говорил дайте мне нормального соперника и всегда начинающих это даете ну он вы бросил выбор вызов поэтому что им у него у асхаба выбора не было тут кто бросил вызов ему дали и он согласился дорогие друзья ну вот чем это поединок кончится судья дмитрий валуи что-то сообщает поэтому и горд драться вышли или же просто танцы играться теперь я замечаю дорогие друзья богдан павлюк хотя говорят что он пороха не нюхал какой он заряженный он что-то нюхал он психический сгусток и вот теперь наконец-то асхаб атакует его бьет левой достал но тем не менее в партер не смог его положить хорошо стоит устойчивый богдан павлюк теперь бросок будет наверно тейкдаун сильнейший но смягчил свое падение богдан павлюк теперь обе ноги переставил асхартамаев начинает бить если он действительно не опытный богдан павлюк он из этой ситуации подняться не сможет я спокойно его добью поднялся невероятно это удар уже все он еле стоит уже можно останавливать поедину потому что удар коленом асхаба сама дороги друзья я считаю что белые полотенце самое лучшее лекарство для богдана павлюк смотрите между прочим и асхаб тоже уставший ну что ж уважаемые друзья давайте не будем опережать события богдан уже стоит нормально стоит сам вызвался честно говоря безнадежной выскошкой я думал ну против вас хаба он шатается он ходить не может дорогие друзья я все-таки беспокой за здоровье богдана я беспокоюсь за здоровье богдана это махалка ничего не означает потому что целенаправленно не смотрит асхаб смотрит спокойно и выцеливает он может и достать между прочим а он ждет он ждет нападение чтобы на контратаке достать павлюка напомню уважаемые друзья павлюк богдан очень силен 180 килограммов штангу он может поднять хотя сам весит только 83 килограмма сам весит 83 килограмма асхаб пошел атаку опять таки не смог его перевести партий очень сильно жал но в голову вытащил вытащил не смог силы ему не помогла теперь асхаб медленно наращивает преимущество и готовится к последней атаке которая может закончиться через секунд 10 даже 10 не понадобилось через секунд 5 завершилась атака асхаба тамаева и он свой хайкик решил продемонстрировать центре ринга на арене битвы за хайп победил асхаб тамаев итак победа во втором раунде техническим нокаутом минута 23 секунда асхаб тамаев богдан на хер в это ввязался но явно качаться надо было мало времени и просто не успел нормально подготовиться а на что рассчитывал вырубить его до на ударку духа дыхалка подвела дыхалочка очень проблемная плохо к плохо готовился или что не готовили нормально мне пацаны но просто мало времени две спины недели было так ну как рад что попробовался это такой кайф тебе спасибо отдельно что ты вообще это организовываешь это очень круто спасибо не за что спасибо тебе за участие спасибо поздравляю с возвращением во первых всем ассаламу алейкум что хочу сказать во первых большое спасибо моему сопернику скажу вам честно я хотел вырубить я почувствовал что борьба он слабый всем большое спасибо хочу поблагодарить своих друзей эльдар мой кач тренер мухаммад вот а это и топим астрахань хорошо помогли мне еще хочу не знаю поблагодарить свою маму который меня поддерживать заметят самый молодой участник битвы за хайп да у нее сейчас сложные моменты там вот я знаю хочу поблагодарить всех своих родных большое всем спасибо аллаху акбар ну что дорогие друзья предпоследний бой вячеслав скотников тот самый москаль который нам с ним сдавал когда-то квартире и профессиональный рекорд его достигает 3 2 1 взрыв просто нереально свою жизнь со спортом я связал наверное лет в 15 когда первый раз пришел на бокс долго-долго-долго-долго-долго занимался боксом потом встретился со своим знакомым он предложил мне пойти вот в секцию смешанных единоборств а поскольку я пришел туда обладая только ударной техникой рук мне нужно было ставить соответственно ноги я пошел еще на тайский бокс одно из самых моих высоких достижений в спорте кубок россии по панкратиону и кубок россии по рукопашному был забавный случай в бою спортивной карьере был чемпионат по тайскому боксу моим спортивником жестко так зарубились и он зарубился настолько сильно что пошел размен не заметил и рубанул судью фире фире потерялся он начал падать я обнял его так себе пришел и подождал пока рефри в себя придет в итоге как бы все равно в этом бою выиграл я когда первый раз увидел славяка подумал здоровый дядька скромный но под этой скромностью очень ну чувствуется скрывается сила мощь тренируется на ура полная отдача как демон участие в этом проекте даст мне продемонстрировать себя в первую очередь как бойца стать более известным для широкой аудитории до того как мне предложили и озвучили соперника я не он вообще ничего не слышал и не знал как только я узнал имя фамилию бойца я зашел в интернет посмотрел увидел что он тоже профессионал где-то выступал где-то дрался но а так узнал днем только вот именно проекте нет про его соперника не слышал но я думаю славик выложится по полной и победит ни разу в моей жизни не было такого что я сильно переживал перед тем как выйти в ринг или в клетку думаю о том что соперник очень тяжелый очень сильный от боли жду только победы это будет красивый яркий зрелищный бой у меня есть девиз я живу как карт ляжет и живешь как мамка скажет давайте встречать этого парня я вячеслав ждем а соперник у вячеслава хустер и на дамов тот самый чеченец который ломает нам полы в октагоне основное свое время я провожу в гутермесе в грозном так как там больше спарринг партнеров больше там с с кем потренироваться свободное время там суббота воскресенье там понедельник основном провожу в бенуи в горах катаюсь на лошадях бегаю здесь так как здесь воздух хороший чистый поэтому я часто здесь бываю именно сюда притягивает бывают такие моменты когда устаешь когда все надоедает надоедает спорт все хочется бросить хочется заняться другим чем-нибудь другим оставить его все это и задумываюсь сколько ты сделал через что ты проходил чтобы добиться всего что у тебя есть и голове думаешь так просто не сдамся углу но не сдамся такие ощущения тоже бывают хусейна тут все знают местные он тут тренером работает всего всего уважают очень радуется когда он его тренировки он когда приезжает к нам у хусейна естественно есть честь все шансы лишь бы травм не было лишь бы ничего не было с ним плохого а так ему все позволяет и по возрасту и база у него хорошим вячеслав раз надумался выйти с хусейном видел его прибудущий бой он довольно смелый я тебе скажу бордый я думаю что хусейн первом раунде пройдет ноги наваляет сразу я надеюсь что будет зрелищный бой вячеслав береги ноги и парашют посадка будет жесткой встречайте хусейн выходи ждем тебя профессиональный рекорд 7-1 дмитрий валович парни вы профессионалы правила знаете внимательно слушаем мои команды у вас три раунда по пять минут покажите красивый и главное честный бой в данном бою локти разрешены пожали руки по углам итак дорогие друзья начинается поединок между вячеславом скотниковым и хусейн адамов он боевой самбо и греплинг он сейчас своей стихи говорит что вячеслав скотников что-то он найдет у него есть он долго не будет против меня борьбиться я его выиграю ооо 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 ой 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 осталось вам баланс все дорогие друзья что соперник их читает, они переходят в партер и в партере добивают своего соперника. А Хусейн Адамов сразу пошел в партер и там в партере уже добывают. Хотя бы ради нас, для нашего интереса оставил бы его чуть-чуть, 5 минут. Показал бы поединок, ну что это такое, ну что, Хусейн, имей совесть, ну дай нам посмотреть что-нибудь, дай ему тоже один раз тебя ударить. Ну все уже, надо поединок останавливать равномерно, целенаправленно. Хусейн добивает Вячеслава Скотникова. Не надо выходить против Хусейна с таким арсеналом, маленьким, бедным арсеналом. Локтем сейчас добивает, лучше, наверное, остановить. Хусейн говорит, ну что мне делать, у него нет сопротивления, не хочу ее бить. Останови, давай, Дмитрий, все, все. Активная защита, боец. Нету защиты, нету, нету. Ребята, ну все. Первый раунд, 2 минуты 8 секунд, техническая победа Хусейна Адамова. Поаплодируем ему. Хусейн, хватит нам ломать настил октагона, пожалуйста. Я помягче старался, Абиран, честно. Можно мы вычтем из твоего гонорара? Хватит, шучу, шучу. Я тебя поздравляю. Ты хотел его в борьбе или все-таки тебе все равно было где? Ну, знаешь, когда я выхожу, у меня планов не бывает на бою. Когда я в клетке выхожу, там само собой получается. Головой думаю, и собой получается. Что хорошее получается, то и делаю. Идем дальше? Идем. Через сколько? Хватит завтра. Мощно. Поздравляю тебя, Хусейн. Круто. Слав, как ты? Нормально. Какой ты лоб растекли? Ну, бывает, что. Плохать же. Как думаешь, чего не хватило? Да, ошибку совершил просто и все. Какую? Ну, пустил ноги. Все, вся моя ошибка, единственная ошибка. Ты хотел его удержать стоя и нокаутировать, да? Ну, да. Да. Ты хорошо готовился, реально? Ну, последнюю неделю, прям полторы, хорошо готовился. А до этого что мешало? Семейные обстоятельства. Жена пилила? Все пилили. Все, не хотели, чтобы ты дрался? Почему нет? Хотели, ну, просто семейные обстоятельства. Понял. Так получилось просто и все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо тебе за участие. Финальный бой вечера. Все этого ждали. Тот самый парень, танк Т-34 Даниал. На битву за хайп я попал. Неожиданно мне позвонили. Мы хотим вам предложить бой. Я сперва не поверил. Думал, кто-то прикалывается надо мной. Переспросил, говорят, да, мы вот так-то так менеджеры. Дал им номер тренера, все, он согласится, что я буду драться. Есть такие бойцы, ты говоришь, они делают свое. Даниал такой боец, который ты говоришь, и он исполняет сразу. Кабардино-Балкария, это моя родина, где я родился, город Чиген, тренируюсь там всю жизнь уже. Например, я вот в Москве 3-4 дня, мне совсем здесь некомфортно, неудобно, я не могу здесь, я хочу обратно. Сегодня Даниал у меня в гостях, помогаю ему, несмотря на то, что мы были соперниками. Как говорится, на ковре враги, за ковром друзья. Большинство соперников меня недооценивали всегда. Выходил на бой, мы думали, кто это. Когда заканчивался бой в первом раунде нокаутом, они потом уже понимали. С видом Грозный, на самом деле очень такой добрый человек, отзывчивый. Коммуникабельный, тактичный человек, излучает позитивную энергию. Воспитание вложили в него родители правильное. Даже несмотря на то, что он известный по городу, на плакатах висит перед каждым боем, но он все равно старший, младший знает. Есть бойцы, которые думают, сейчас я поймаю, если я сейчас пойду, меня ударит у Даниала, такого нет. Пока не было, чтобы я хотел уйти назад или отступать, работать вторым номером. Если даже попадают в меня, я все равно работаю первым номером. Другой человек начнет пропускать, начнет заднюю давать. Даниал не такой, Даниал как у него соответствующее, погонял ему, да, Т-34, не зря ему дали. Потому что он постоянно идет вперед. Зрители меня так прозвали. Мне тогда было 18 лет, я тоже. Пошел вперед, выиграл в первом раунде, и с этого дня меня начали называть Т-34. Каждый раз, когда он выходит в клетку на ринг или на ковер, постоянно за него переживаем. Хотя знаем, что он сделает свою работу на максимум. Когда я выхожу на свои профбои, ощущаю заряд эмоций от болельщиков. А когда выхожу в клетку и звучит гон, для меня все вокруг отключается, и только голос тренера, только его я слышу. Он не раз показывал, когда у него уже заканчиваются силы, он выезжает на характере. Поэтому Коле тоже будет очень просто, я вам отвечаю. Я уверен в своих силах. Я выйду и сделаю на все, что я способен. Вот если его не вырубить, то его не остановить. У него морально настройка хорошая, у него хорошая команда. Братья рядом, только победа. Будем выходить и отправлять нокаут. Я вывожу все усилия, чтобы потушить звезду битвы за хай. Полкарец, профессиональный боец и профессиональный рекорд 8 на 3. Давайте встречать эту чудо-машину. Даниэль, выходи, друг. Выезжай, друг. Соперник Даниэла Николай Данилов. Мы с Колей хорошо общаемся. Я узнал до, так скажем, битвы за хай. Мы пересекались с ним. Я судил не один оубой. Так скажем, встретившись уже на битве за хай. Наоборот, больше плотное общение, так скажем, поддерживаем друг друга. Чем можем, помогаем. В этот раз я не дерусь. Дерется Коля. Я предложил свою помощь. Говорю, если надо, я готов чем-то помочь. Коля говорит, давай. Даниэла бои я смотрел. Хороший парень, бьющий, молодой, перспективный. С хорошим рекордом уже. У него там 10-3, по-моему. То есть достаточно опытный уже, несмотря что ему там 23 или 24 года. Очень опасно его недооценивать вообще нельзя. Не то, что недооценивать. Нужно хорошо и серьезно к нему относиться. Потому что я видел, когда в его боях он сильных ребят складывал только из-за того, что не воспринимается он всерьез, наверное, не знает. Коля может попасть. Коля бьет, наверное, сравнить можно с состричной электричкой. То есть пропускать такие удары нельзя. А он реально может ударить. Помимо, он с виду такой большой, такой затянутый. Но он достаточно может быть взрывным. И поэтому я думаю, что, скорее всего, так и произойдет. Попадет на встречу или так же перетерпит. Когда люди летят вперед, это не всегда есть хорошо. Как показал бой с Арсеном. Арсен, так скажем, бил, 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 бил. Но добить не смог, а бензин закончился. И теперь, так скажем, настала пора Колина. Коля отработал, сделал свой результат. И примерно то же самое может быть и здесь. В бою самое важное, именно психология, настрой. Обмануть соперника по ходу боя. То есть задача психологически создать такую неловкую ситуацию своему сопернику, чтобы он начал ошибаться. Не обязательно бить, не обязательно бороться, не обязательно вообще что-то делать. Именно создать ему такое напряжение, чтобы он начал ошибаться в этом. Со своей стороны я могу обещать, что я выложусь до конца. Я покажу все, насколько я готов на данный момент. Коля, наш чемпион. Уже звезда. Встречайте, Коля, ждем тебя. Парни, вы профессионалы, правила знаете. Внимательно слушаем мои команды. У вас три раунда по пять минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Локти в данном бою разрешены. Пожали руки по углам. Николай Данилов. Это звезда битвы Захай. С самого начала он присутствовал на поединках. Очень храбрый, очень сильно выдерживает удар. А кто такой Даниал, мы не знаем. Вид у него мощный. Правда, с жирком чуть-чуть. Вот ты смотри. Тишина, товарищи. Тишина. Под конец вечера может пройти сенсация. Молодец, Николай. Четко достал Николай. Теперь Николай пошел в атаку. Отступай, Даниал. Ухо. Достает. Равний бой. Поплыл Даниал, мне кажется. Поплыл и пошел в атаку. Значит, есть у него владение приемами борьбы. Балкарцы, это из Габардин-Балкарии, дорогие друзья. Половина Балкарцев, половина Черкесии там. Но там нет людей, которые не умеют бороться. Соответственно, в партере два борца встретились, между прочим. И не понял, что произошло. Отсюда не видно, а там что-то произошло. Вот это и есть сенсация. Вот это и есть чудо. Мы не знаем сейчас, что произошло. Где, что, как. Победил Даниал Элбаев. Говорили, неизвестный человек. Неизвестно, что он покажет, откуда он пришел. Но пришел и самого известного, самого любимого, самого такого уже откатанного бойца, основополозника битвы за хайп. Два борца греко-римской борьбы, его победил Николай Даниилович. Ну, правда, Даниил Элбаев и Малозе, 23 года. Видимо, травма. 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 Крови еще нет, пока геморкоза. Нога. Ходить не может. Талант. Видимо, надо толкнуть, посмотреть, что произошло. Потому что с этой точки зрения, с этой точки было плохо видно, что произошло. Минута 16 первого раунда сдача соперника Николая Данилова победил Даниал. Танк Т-34. Поаплодируем ему. Даниил, я тебя поздравляю. Соперник очень крутой и сильный. Честно говоря, я ему всегда симпатизирую. Он крутой боец, очень прикольный человек. Как ты считаешь, вот как ты этот бой оцениваешь? Что ты можешь сказать? Коля хороший парень, просто как-то, наверное, не так упал. Я хотел подраться с ним до конца. Но дальнейшее восстановление ему. Будем ждать его возвращения. Спасибо вам, Амиран, что создали этот промоушен. Ну, вот у меня первый бой и очень хорошие впечатления у меня сложились. Как у тебя подготовка проходила? Ну, подготовка, если честно, у меня были проблемы семейные, не очень. Я всего неделю где-то готовился. Спасибо тебе, Даниил. Поздравляю тебя. Молодец. Поздравляю. Давайте еще раз поаплодируем. Даниил, танк Т-34. Было жарко. Ну, мы думали, будет жарче, но и так жарко. Было жарко и было очень травмоопасно. В любом случае, всех поздравляем, все молодцы. Ну, а вы, дорогие друзья, поддерживайте этот ройк, ставьте лайки, пишите свое мнение. Поддерживайте ребят, поддержите их, особенно тех, кто травмировался. Да, пишите свое мнение. Им это правда нужно, особенно в этот момент. Особенно нужно. Спасибо большое. Увидимся в следующих выпусках. Зарождается какая-то новая субкультура. Какая-то своеобразная нища образовалась тех людей, которые хотят испытать себя. Эту субкультуру организуют Билл Эдвард и Амиран Сардаров. Посмотрим, что у них выйдет, потому что впереди на этом, наверное, это все не завершится. Сегодня были потрясающие, великолепные поединки. Я думаю, дорогие друзья, вы не зря провели время у своих телевизоров. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под долом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Ведь, ведь тебе, ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь, ты моя, да. Ведь, ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под долом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Мы будем горьем небо крови. Вихри снежные грудя. То, как звером нас зовут. То заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне, Останови это мученье. Судми, когда я потерял тебя. Там, вдали, падала луна. Падала луна. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под долом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Ведь, весь тебе день ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь, ты моя, да. Ведь, ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под долом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя.